Вообще, это очень любопытный факт, что итальянец по происхождению, Джованни Мориньоло, который вообще был очень интересной личностью, и судьба его абсолютно нестандартна, выдающийся для своей эпохи деятель, который был францисканским монахом, участвовал в посольстве от римского папы Бенедикта XII в Китай, то есть прошел весь шоковый путь через Константинополь, через теперь Российский, а тогда еще очень степной Таманский полуостров, через монгольское государство. В XIV веке он приходит в Китай, там проповедует католическую религию при дворе китайского, точнее тогда монгольского хана, который в Китае в этот период руководит. Оттуда, через Индию, Джованни Мориньоло вместе со своим посольством отправляется на Шри-Ланку. Я это не просто так здесь говорю, потому что затем это отразится в его чешской хронике, вот это путешествие, как он побывал и в Индии, и в Китае, и на Шри-Ланке. И затем через Индию обратно возвращается, посетив Иерусалим, в Италию, ко двору римского папы. После чего этот выдающийся для своего времени миссионер, которого слава очень быстро распространилась по Европе, оказывается при дворе императора Священной Римской империи, а по совместительству чешского короля Карла IV, который специально пригласил столь прославленного миссионера и активного церковного деятеля для создания особой чешской хроники. Чешская хроника Джованни Мариньёва ставит себе целью вписать историю Чехии во всемирный исторический процесс. То есть Карл IV, который был изначально чешским королём, а затем добился того, что он был избран императором Священной Римской империи и стал, соответственно, первым чешским королём, получившим такое высокое звание, а для средних веков это очень высокое звание, самое высокое в Центральной Европе. Он ставит себе целью понять и осмыслить историю Чехии, историю чешского народа и вписать её в мировой контекст. Для этого он приглашает высокообразованного интеллектуала, которым для него является миссионер и кардинал папы Джованни Мариньёва. В соответствии с той идеей, которую Карл IV вложил в создание этой хроники, он пишет вступление к этой работе. Предисловие Карла IV в чешской хронике Мариньёлы представляет большой научный интерес. Оно показывает личные взгляды Карла IV на то место, которое чешский народ занимает в мире. Император показывает глубокое знание богословия отцов церкви. Он даёт обширные цитаты, в том числе цитату Блаженного Августина из книги «О Граде Божием», где Блаженный Августин пишет о римлянах следующее. Блаженный Августин, V век. Не думайте, что отцы наши создали из маленького государства большое лишь силой оружие. Если бы это было так, мы бы стали гораздо сильнее их, потому что имеем лучшее вооружение коней и соратников. Но у них были другие качества, которых мы вовсе не имеем. Дома трудолюбие, вне дома справедливое управление, дух, свободный для размышления, не подверженный разврату или жадности. Мы же вместо этого проявляем дома лень, а вне дома грабительство, не различаем добра от зла. Это Блаженный Августин в V веке писал о римлянах, а Карл IV эти слова Блаженного Августина переносит на чешский народ. Оставь пока, да, оставь некий этот слой. Карл буквально переносит на чешское королевство эти слова. Он проводит прямую параллель между Римской империей, выросшей из одного города, из Рима, и чешским королевством, выросшим из маленького княжества и ставшим главенствующим в Священной Римской империи. Мысль Августина приобретает в интерпретации Карла следующий смысл. Отцы чешского государства сделали его славным и сильным не благодаря военным заслугам, а благодаря своему трудолюбию, справедливости и духовной свободе от страстей и пороков. Именно эта праведность отцов, по мнению императора Карла, и является залогом процветания и величия чешского королевства. Затем император, после обращения к Августину, обращается к хронисту, собственно, к Джованни Мариньоли, и формулирует для него следующее задание. По образу Святой Троицы в трех частях изложить историю чехов от Адама до нашего счастливого времени. Троичная форма книги является далеко не случайной, ведь для сознания средневекового человека эта форма имела колоссальное символическое значение. Уподавляя через троичность или троичность на историю чешского народа Святой Троицы, император и сам этот народ, сам чешский народ, представляет богоподобным. Не может не обратить на себя внимание и следующая формулировка, сказанная Карлом. «Наше счастливое время». Тем самым он описывает свою эпоху как некий золотой век, век процветания чешского королевства. И затем в тексте хроники мы неоднократно встречаем, что сам Мориньола, постоянно обращаясь к Карлу, называет его эпоху, эпоху его правления «наше счастливое время», тем самым указывая на то, что именно при Карле чешское королевство наконец-то достигло своего расцвета и той богом заданной цели, ради которой оно и возникало. Действительно, хроника разделяет историю, в принципе, мировую историю разделяет на три этапа по подобию Святой Троицы, как писал Карл. И первый этап – этап допотопный, он называется также теологическим, поскольку Мориньола утверждает, что в это время народами земли управляли священники. Такая вот у него теория. Затем после потопа монархический этап, в котором теперь народами земли управляют светские правители. И третий этап – это развитие истории. Он вообще не вписывается в эту систему, потому что он вообще отдельно от всего. Это этап иерархический. То есть он описывает именно церковную историю, как некий такой вектор, который развивается отдельно от всего остального исторического процесса, и при этом не входит ни в одну из выделенных Мориньолой эпох. Теперь обратимся, собственно, к тому, что Мориньола пишет о славянах. Мориньола видит божественную избранность уже в самом имени славян. Этимология и этногенетическая концепция Мориньолы весьма сложны для понимания и основываются на методе дедукции. Мориньола пишет, что никак не мог приступить к изложению истории чешского народа, поскольку его смущали отличия его собственного языка от языка чехов, непонятность и недостаточность источников. И только когда его осенило, что же на самом деле значит слово «славяне» и откуда они произошли, он смог начать работу. То есть метод его исследования совершенно противоречит современным методам научного подхода, потому что он основывается целиком на каком-то таком идейном вдохновении. Вот его осенила какая-то идея, и он на основе этой идеи строит целую историосовскую концепцию. Со свойственной человеку средневековья откровенностью автор пишет, что он не выводы делает на основе фактов, а факты и источники подбирает на основе осенивших его выводов. Основа концепции Мариньёвы – этимология и этногенетический миф. Запутанные и совершенно неправдоподобные с точки зрения современной науки человеку средневековья они казались научным и богословским откровением. Слово «славяне», латинское «склауи», он связывает с латинским словом «солярис» и считает, что так звали некого мифического предка славян. Это же имя «солярис», то есть «солнечный», если переводить на наш язык, он переводит на греческий и считает, что этого же «соляриса» греки называют «гелиус». Соответственно, сам же он позволяет себе такую вольность и называет его «хелиса». То есть он говорит, что «гелиус» то же самое, что «хелиса». Откуда он взял имя «хелиса» совершенно непонятно, но оно становится таким краеугольным камнем всей его последующей теории. Потому что именно с этим мифическим «хелисой» Мариньола связывает город Гелиополь, упоминаемый в книге пророка Исаии. То есть он считает, что Гелиополь был древней столицей, в которой жили славяне. И вот этот вот как раз город упоминается в Библии, в книге пророка Исаии. Сами славяне таким образом предстают как народ солнечный. Народ Гелиуса, народ Соляриса, то есть народ солнца. Славяне для хрониста изначально избраны Богом для того, чтобы подобно солнцу светить всему миру. Но эта избранность, по его мнению, многие столетия была лишь потенциальной. И только в матери короля Карла Элишке Пшемысловне нашла свое воплощение. То есть вот так вот интересно он подводит от такой вот седой древности, которую он так интересно смоделировал, к, собственно, к ближайшим родственникам короля и императора Карла. Мариньёва пишет, что само имя матери короля, Элизабет, складывается из двух частей. Элиса, что автор, естественно, связывает с выдуманным им самим Хелисой. И Бет, что на еврейте означает «дом». Таким образом, Элисабет – это в переводе Мариньёва, с разных языков, таком интересно составленном. Это «дом Хелисы». И именно в Элишке Пшемысловне, чешской королеве и матери Карла IV, максимально раскрывается замысел Божий о чешском и шире славянском народе. «Союз родителей короля Карла, Элишке Пшемысловне и Иоганна Люксембурга, по мнению Мариньёвы, это Божий дар для чешского королевства». И он приводит такую очень лютьеватую логику, совершенно спорную со всех точек зрения, но очень красивую с точки зрения такой образности. Он пишет, что соединение вот этих вот двух родов – Пшемысловичей и Люксембургов – оно произвело на свет великое дитя, превышающее славу. И вот тут он обыгрывает крещальное имя Карла IV, потому что при рождении Карл IV получил имя Вацлав в честь чешского патрона, в честь чешского святого Вацлава. Однако впоследствии, когда он жил уже вне чешского королевства, в Париже, при дворе своего дяди, если я ничего не путаю, да, при дворе своего дяди, он там получил имя Карл, и с этим именем прошел конфирмацию. Соответственно, у него получается было два имени – и Карл, и Вацлав. И он об этом всегда помнил, сам король постоянно развивал культ обоих своих святых покровителей, поэтому вот эти слова о ребенке Элишке и Иоганна Люксембурга, который превышает славу, они, безусловно, относятся к Карлу, потому что имя Вацлав, оно в средневековой такой этимологии, да, как раз и связывалось с такой максимальной славой, славой, превышающей саму себя. Вообще, Мариньо в своей хронике очень любопытно обосновывает правомерность пребывания династии Элишкембургов на чешском троне. Он берет древние образцы, берет легенду о пророчице Либуше из хроник прежних чешских авторов, в первую очередь Казьмы Пражского, знаменитого чешского хрониста XII века. И на основе этой легенды он пытается обосновать, что Элишка Пшемысловна, последняя представительница рода Пшемысловичи, она имела как богоизбранная дева, как некая такая святая девушка, девушка имела полное право выбрать себе мужа и от этого мужа произвести новую династию, которая бы правила королевством. И тем самым Мариньо обосновывает легитимность власти Иоганна Люксембурга, отца императора Карла, и легитимность власти самого Карла IV. Даже можно говорить о том, что Элишка Пшемысловна, мать императора Карла, приобретает в хронике Мариньоу некоторые черты, свойственные, как бы мы сказали, о свойственной Деве Марии, то есть как некая благословенная Дева, которая избрана Богом. Также и Карл приобретает некоторые христоподобные черты, то есть о нем говорят как о царе всего мира, императоре Священной Римской империи, который должен будет весь христианский мир объединить под своим скипетром, освободить Иерусалим, но не человек, который был в Иерусалиме, он очень любил говорить об освобождении Святой Земли, и эту миссию он приписывает Карлу и всему чешскому народу вместе с остальными славянскими народами. Ну, скажу важную вещь, действительно, чтобы все успеть, основное, что славяне, однако же, хроники Мариньёвы, они не так однозначно представлены. Потому что, с одной стороны, автор всех славян с чехами объединяет как потомков этого самого Хелисы мифического, и тем самым ставит им задачу светить всему миру и просвещать всю Вселенную. А с другой стороны, с другой стороны, когда мы встречаемся с конкретными историческими событиями в описаниях Мариньёвы, мы видим, что когда чехи воюют с лужичанами, то извиненными оказываются именно чехи, а лужичане оказываются посрамлены, более того, они описаны как жестокие дикари-язычники, которые воюют с чехами, тоже язычниками, но чехи гораздо лучше их. Потому что вот они такие совестливые, заботливые, милосердные, а вот лужичане такие жестокие варвары, которые всех режут на своем пути. Неоднократно чехи противопоставляются полякам, буквально постоянно об этом идет разговор, что даже, когда описываются события 1110 года, уже через, более чем через 100 лет, после начала христианизации Польши поляков хронист называют язычниками. То есть вот чехи, это христианское воинство, а поляки, они язычники. Хотя тоже славяне. Но мы видим, что в сравнении с чехами не такие славянистые. Также отметим, что на станицах хроники возникают и образы православных славян, которые в хронике называются схизматиками, то есть раскольниками, и представлены как враги истинной католической веры. Вот даже я такой перечислю список, в котором кого только нет. Это вот союзники венгерского короля Беллы, который воевал с чешским королем Пшимысом II Атакаром и собрал большое войско. И вот Пшимысо II Атакар пишет Папе Римскому следующее письмо, что «Мы воевали против славных венгерских королей и против Даниила, русского короля, и его сыновей, и остальных русов, и татар, которые пришли ему на помощь, герцогов линчицких, это польские герцоги, и неисчислимого множества бесчеловечных народов». Вот это название начинается «бесчеловечные народы». Куманы, это половцы по-нашему, венгры и разные славяне, сикулы и валахи, басурмане и исмаилиты, а также схизматики, такие как греки, болгары, расцы, ну это так сербов он называет, и еретичествующие боснийцы. Вот. То есть, как мы видим из этого перечисления, примысл второй от Токар, здесь противоставляет чешский народ, как народ, избранный Богом и несущий истинное христианство, всем, ну по сути, всем остальным славянским народом, потому что в этом списке, по-моему, большинство-то и перечислены, кого только можно было тогда найти на карте Европы. И если так подытоживать мой доклад, то здесь надо подчеркнуть вот эту вот идею, потому что Чешское королевство в хронике Мориньёлы предстаёт как рай всех раев, как некое царство Божье на земле, которое призвано через богоизбенного императора всю Священную Римскую империю обновить, просветить светом истинного христианства, восстановить величие Священной Римской империи, вновь Святую Землю и Иерусалим подчинить христианским правителям и сделать христианскую империю действительно славной и достаточтимой века. То есть, несмотря на то, что Мориньёвы не был славенином, не был чехом, не был в принципе каким-то таким человеком, происходившим из территории Чешского Королевства, однако же он вот благодаря своему скажем так литературному во многом таланту он создает вот эту теорию богоизбенного чешского народа, которая затем сыграет очень большую роль в принципе в придворной идеологии Карла IV и потом будет иметь большое влияние на будет оказывать большое влияние на идеологию гуситской реформации и затем найдет свое отражение в миссионизме гуситов, которые будут уже представлять Чешское Королевство как единственное истинно христианское государство в мире. Спасибо большое за внимание. я попытался подвести к следующему вакуалу. Посиди есть ли вопросы Владимир Петрович? Пожалуйста. Александр Петрович, большое спасибо. Очень интересное выступление. Вопрос следующий. Вы сказали, что Карл IV очень мечтал своих духовных покровительных Васлова и Карла. А что это было за Святой Карл? Мы недавно подсказали в том, что Карл Великий не является святым в Толевском церкви. Или на тот момент на семинаре по истории церкви столкнулись с тем, что в Чехии почитался Карл и его пульт. Вы что-то знаете про этот путь Карла Святого? В в Толевском он же не почитался в Чехии есть церковь. Любопытный вопрос вы задаете, потому что в Чехии и особенно предваре Карла IV Карл Великий как король Франков и создатель новой Священной Римской Империи он почитался как святой и Карл IV воспринимал Карла Великого как своего небесного покровителя который вот его привел на свой трон возвел от маравских князей вершины тогда существовавшей иерархии. Любопытно мне казалось что все-таки это во всем католическом мире присутствовало этот культ. Был культ. Более того с так сказать вскрытия гробницы Карла с его культа возник некий перелом вообще в тип в типологии святости как считает этот исследователь. И именно с этого момента как считает об этом лица и автор книги о святых правителе и правительнице и началось в общем-то признание культа святых правителей до сих пор не существовавших как мы помним с того момента Какая дата? Ну собственно это чуть ли не 11 не помню я тут мне кажется 12 все-таки он был в католическом мире признан святым когда изготовили в Ахиме мне кажется это 11 вер можно посмотреть поточнее потому что аргументация в пользу канонизации Стефана в 1803 году стоила сильно на том что и этому предшествовала канонизация в том смысле какого она могла быть канон великого то есть на данный момент он велик неизвестен неизвестен к 14 веку точно он же точно канонизирован к 14 веку потому что да в Ахиме уже в Ахиме его реликварий ему поклоняются как святому на его громнице и оставшиеся от него артефакты почитаются как великие святыни то есть корона корова великого меч корова великого по образцу его короны Карла Великого и Карл 4 заказывает себе корону это вот любопытно да вы заметили что в Германии прийти в Германии конечно в Чехии это как из Германии приходит тогда и Карл 4 тогда и в православии уже святые князья появляются Борис Глеб это и дальше это 11 это другая немножко история но тоже 10 век 9 и 11 век они были святы потому что они были мучены да потому что они были памятны а Владимир когда был князм поздно вы знаете раньше 15 века когда у нас в Егеме появляется храм в честь святого Владимира ни о чем такой канонизации говорить не можем хотя собственно говоря черты его почитания как святого у нас имеются 12 века да и собственно жития святого хвала Невариона и Маниха Якова хвала Владимира они собственно и называют его равнопутным ядем о чем у меня написано статья в честь это собственно реклама субтитры